Будьте добры, я бы хотела поговорить с вами на такую стандартную, вечно актуальную тему, как любовь к себе и для затравки. Вроде бы мы любим себя, мы вкусно кушаем, мы говорим о себе только хорошее. Путешествуем, у нас есть любимый человек. Любимый себя. У кого-то любимый мужчина, у кого-то любимый котик, у кого-то любимые дети, его любовь присутствует в жизни у каждого. Значит ли это, что человек любит себя или нет? Я чувствовала, что здесь есть подвох. Подвох страшный. Понимаете, когда я говорю о том, что надо любить себя, люди просто не понимают, о чем речь. В их сознании нет такой идеи даже. И хотя при этом они делают все то, что вы перечислили, это не любовь к себе. Потому что это потакание своим каким-то желанием, сиюминутным, приходящим. Это не есть любовь к себе. Если мы часто меняем одежду, это не означает, что мы любим тело. А люди часто меняют одежду. А тело свое они не любят. Потому что человек, который любит себя, будет заботиться о себе. Одна из особенностей, одно из свойств любви – это забота. Но вот я поражаюсь тому, как люди покупают в магазинах корм для своих котиков и собачек. Они очень тщательно читают, что там написано. Подходит это и к котику, или собачке, или не подходит. Очень тщательно выбирают. Специально выбирает. О себе там побросали, побросали, побежали. Какаси. Понимаете? Человек, который действительно любит себя, он заботится о себе, он заботится о своей душе и заботится о своем теле. О своем духе. Айте есть душа. Ага, в вашей концепции. Нет, в нашей концепции сознание человека состоит из пяти частей. Она очень сложная концепция, но для простоты мы будем называть это душой. То есть, когда вы говорите душа, дух тоже входит? Абсолютно. Дух и душа. Ну, мне трудно сказать, какой смысл вкладывают в эти слова люди. В нашей традиции есть джива – это душа. Есть атман – это сознание. Она вечная и неуничтожимая. Сознание мы к нему вернемся еще в нашем разговоре. Это то, что называется духом христианской концепции. Да, да, может быть, да. Да? Да. То есть, понимаете, человек, который любит себя, он заботится о себе. Он не заботится о своем имидже. Он, может быть, конечно, уделяет этому внимание, да? Но для него это не есть приоритет. А для людей приоритетом является смена одежды и абсолютное отсутствие заботы к своему телу. Забота к своему телу разве что в определенном возрасте сводится к косметическим операциям. На этом все заканчивается. А посещение фитнес-клуба, массаж? Посещение фитнес-клуба, массаж – это вещь хорошая, это лучше, чем ничего, но это только часть процесса. То есть, если мы хотим изменить свою жизнь, если мы хотим улучшить свою жизнь, мы должны изменить образ жизни. А образ жизни включается в правильную диету, правильное употребление жидкости, правильный режим дня, правильные мысли. Все должно быть правильно, да? Вот это только в комплексе работает. А если люди выхватят что-то из этого комплекса и используют в своей жизни, еще раз повторяю, вреда от этого не будет, но и пользы большой тоже не будет, потому что это интегральная часть комплекса и все работает только в комплексе. Знаете? Это первое на внешнем уровне. А если мы говорим о внутреннем состоянии человека, о его душе, то что на самом деле представляет из себя все то, что вы перечислили там? Люди себя ублажают, они там проводят время в тусовках, они там пьют вино, едят конфеты, употребляют наркотики и так далее, и так далее. То они на самом деле делают. Они ищут счастья в жизни. Люди путают любовь к себе и поиск счастья в жизни. Дело в том, что в жизни не было и не будет счастья. Жизнь не для счастья создана. Жизнь это школа. Если человек находит удовольствие в процессе обучения жизни, тогда у него будет счастливая жизнь. А если он не находит в этом удовольствие, тогда его жизнь будет несчастной. Очень просто. Это самое. Как в школе. Ходишь в школу. И тебе нравится ходить в удовольствие? Удовольствие или радость? А это одно и то же. Удовольствие и радость это реакция сознания на внешние события. Вот я это определяю следующим образом. Вы купили машину, вы радуетесь. Вы разбили машину, вы печалитесь. Радость это реакция на внешние события. А когда они хорошие, у вас хорошая реакция. Когда плохие, у вас негативная реакция. А счастье в санатанадхарме, в ведической, тантрической, иегической традиции, которая называется санатанадхарма, счастье это состояние сознания, которое не зависит от того, что происходит с человеком в жизни. Оно не есть реакция на внешние события. Оно есть внутреннее состояние, которое не зависит ни от чего внешне. Вот это и есть любовь к себе. Потому что если сегодня, понимаете, все люди в нашем мире гонятся за удовольствием. Но рано или поздно наступит момент, когда это надоест. Когда уже все перепробуют, везде съездят, все попробуют, все оденут. Вот и, а что дальше? А дальше наступает вакуум. Депрессия, вакуум. Да нет, почему материально удовлетворился, пошел духовно развиваться? А таких людей очень мало на самом деле. Очень мало. Основная масса даже не понимает, о чем идет речь. А разве это не естественно переходит в качество в качество? Если бы это было естественно, мы давным-давно жили при коммунизме. Понимаете? Нет, вот, к сожалению, не переходит. Более того, на этом все заканчивается. Люди ищут в жизни удовольствие. Люди ищут в жизни счастья, не понимая того, что нет в жизни счастья. А есть радость, есть какая-то положительная реакция, довольно редко случающаяся, в основном негативная реакция. Почему? Потому что, когда человек ищет в жизни счастье, он обречен на то, чтобы быть несчастным. Знаете, почему? Потому что счастье и несчастье – это личная интерпретация событий этим конкретным человеком. Другой человек это может уже интерпретировать по-другому. А в жизни нет счастья и несчастья. В жизни есть просто события. И эти события имеют две стороны часто. Одну хорошую, одну плохую. Если вы гонитесь за одной стороной этих событий, за счастьем, значит, вы обязательно встретите вторую, потому что это две неразрывные составляющие одного целого, как аверс и реверсу монеты. Потому что есть событие. Есть событие. Оно может быть и хорошим, и плохим. Нет в природе ничего хорошего и плохого. Вот я всегда говорю, что если мы уберем человека с поверхности планеты Земля, останется на Земле добро и зло. Нет. Будет просто природа. В природе нет ни добра, ни зла. Но добро и зло – это интерпретация человека, который с годами, кстати, меняется. То, что было хорошо 40 лет назад, сегодня плохо. И наоборот. Это все очень относительные вещи. То, что люди называют любовь к себе – это просто попытка удовлетворить свои желания. Это попытка найти жар птицы, погоня за призраком. Это процесс бесконечный. Это не есть любовь к себе. Это есть удовлетворение своих желаний. Они сами придумывают себе какие-то цели, какие-то желания, их удовлетворяют. Счастье, естественно, от этого не наступает. Потому что сколько бы вы не генерировали радостных событий в своей жизни, радость – это реакция на внешние события. Внутри это не приводит к изменениям сознания. Потому что достаточно будет одному плохому – и все закончится. Наступит одно плохое событие – и все закончится. Вся радость исчезнет. Да нет, утешает перспективы следующей радости. Утешает до такой степени, что сегодня абсолютное большинство людей сидит на антидепрессантах. Абсолютное большинство. Вы просто даже не представляете масштаб этого бедствия. А я с этим имею дело каждый день. Понимаете, дело в том, что до тех пор, пока человек не обретет счастье внутри себя, что мы называем – любовь к себе, мы можем называть это счастье внутри себя, мы можем называть это любовь к себе, мы можем называть как угодно. Но суть от этого не меняется. Пока этот человек не обретет счастье и любовь внутри своего сознания, он никогда не будет счастлив в жизни. У него будут радостные события, радостная реакция на события. Может это продолжаться какое-то время, но обязательно будет потом что-то плохое, и радость закончится и превратится в горе. Потому что в этом мире нет ничего абсолютного, все абсолютно относительно. И все события, они имеют внутри себя и положительный, и негативный аспект. И попытка искать в жизни счастье, это попытка рассматривать события только с одной стороны, и как бы искать эти события только с одной стороны, это невозможно. Точно так же, как вот если вы берете этот планшет, то у него есть перед и у него есть зад, и мы не можем стремиться видеть только зад или только перед, но у него есть две стороны. Мы знаем, что есть две, но смотреть-то лучше, все-таки на перед, а там есть картинка. Да, картинка есть, но там есть всегда и задняя сторона, если с картинкой что-то случается, придется заднюю сторону открывать. Да, конечно, мы ведь можем концентрировать себя, свое сознание на том, что считаем нужным. Принимая, что все имеет две стороны, хорошее и плохое, мой выбор, я концентрируюсь на хорошем, держу про запас плохую. Ваши слова, да людям в уши. Если бы это было так. На самом деле, к сожалению, так нет. К сожалению, люди не в состоянии дифференцировать это, в принципе. Да, все живут, да, все живут в какой-то своей картине иллюзии, не реальности, а иллюзии. Окей, да. И они в этой картине живут, но рано или поздно эта иллюзия сталкивается с реальностью. И вот тогда, чем больше была иллюзия, тем страшнее будет потрясение. Понимаете? Вот почему не выдерживает психика? Почему, например, в мире употребление успокаивающих средств, самых разных лекарств, успокаивающих, в том числе антидепрессантов, равно употреблению всех остальных лекарств вместе взятых? Представьте себе, это только мы говорим о лекарствах. А есть же еще лекарства, которые в магазине продаются. Если мы зайдем с вами в любой магазин, самый большой отдел какой там будет? Алкогольный? А затем второй по размеру какой будет? Кондитерский. Какая разница между ними? Очень просто. В саматанадхарме вкусы и эмоции связаны между собой. То, к чему стремятся люди в жизни, все, к счастью, на санскрите называется матхура или сладкий вкус. И сознанию все равно откуда получать этот сладкий вкус? Из событий, процессов жизни или из конфет? Когда конфеты уже не помогают, тогда алкоголь, когда алкоголь не помогает, тогда начинаются наркотики. Но их все объединяет то, что они все дают ощущение сладкого вкуса сознанию человека. Алкоголь – это концентрированный сладкий вкус для сознания, а наркотики – это еще более концентрированный сладкий вкус. Теперь понятно, почему такое количество наркоманов? Я думаю, что это естественный отбор, который выбирает тех, кто с ним не справляется. Да, я с вами согласен. Тот, кто не справился с собой, тот, кто не научился воспринимать реальность, тот, кто не в состоянии изменить ничего в своем сознании, в своей жизни, тот начинает придумывать для себя какую-то реальность. С помощью сначала слабых наркотиков, начиная от кофе, сигарет и шоколадок, и затем кончая более сильным. Это есть не что иное, как заменители счастья, искусственные заменители счастья. Поэтому все не так хорошо, на самом деле. И любви, наверное, тоже. И люди тоже самое. То есть люди воспринимают как источник счастья для себя. Ведь согласно Санатана Дхарма, самый большой сладкий вкус – это вкус любви, который невозможно заменить ничем, кстати. Вот почему не алкоголь, не наркотики не помогают людям. Потому что кто такие алкоголики и наркоманы? Это люди, которые не любят себя. Они не любят себя, и поэтому их тоже никто не любит. А любовь-то им нужна, сладкий вкус им нужен, вот они его и употребляют в таком виде. Очень просто. А почему маленькие дети так любят сладкое, их же все любят, любят вокруг? Это так кажется, это так кажется, что любят. На самом деле жизнь ребенка полна стрессов. И жизнь ребенка – это сплошные ограничения. И любой ребенок, любой ребенок мечтает больше всего в жизни, знаете о чем? Чтобы скорее вырасти. Любой. Почему? Потому что взрослому можно все, а ребенку нельзя ничего. И поэтому жизнь ребенка – это жизнь полная страданий. Вот почему у тебя как сладкого вкус. Любят его родители, это хорошо, но это не меняет дело. Принципиально ничего не меняется. Ничего в жизни нельзя. Понимаете? Да, да, да. Поэтому они любят стало сладкое. Кстати, не все дети. Ну, большинство, я согласен, но не все. Мясо ел с двух лет. Предпочитают сладости. А потому что мясо имеет тоже сладкий вкус, кстати. Мясо-то владает тоже сладким вкусом. Вот почему зависимость. Зависимость со всей от сладких вкусов. Мясо вызывает зависимость, людям трудно бросить алкоголь, сигареты. Это тоже все сладкий вкус. Шоколад, наркотики. Это все сладкий вкус. Конечно, трудно отказаться от этой зависимости. Знаете почему? А потому что ей нечем заменить. Вот говорят алкоголику – не пей, не пей, там и так далее, и так далее. А если он перестанет пить, где он возьмет счастье? Что взамен у него будет? У него нет других источников. Он себя не любит, его никто не любит. И он перестал пить. Что взамен? Вот если этому человеку дать что-то взамен, вот как люди, которые начинают заниматься серьезной йогой, они бросают пить. Почему? Потому что они получают сладкий вкус, который несравнимо более мощный, чем то, что дает алкоголь и наркотики. Это тхиана, медитация. Это была одна зависимость, поменяли на другую. Это независимость. Это обретение своей собственной сущности, своей собственной природы. Это не есть зависимость, это как раз освобождение. Зависимость – это когда что-то находится вовне. Вот я завису от чего-то вовне. А если что-то находится внутри меня, то это независимость, это освобождение. Это освобождение. Ведь что такое отношение? Люди думают, что другой человек придет и сделает его счастливым. Но этого не происходит. Почему? По ряду причин. Первая и самая главная причина заключается в том, что никто никогда не сможет полюбить вас больше, чем вы сами себе. Это невозможно. Это во-первых. Во-вторых, любовь – это раса. Раса на санскрите означает эмоции, вкус там и так далее. И это то, что мы называем чит-товать-ты, колебания умственной субстанции. Это волны на поверхности нашего сознания. А все луны двигаются вот так. Поэтому любовь сменяется ненавистью. Когда чувства идут вверх, любовь, когда у них ненависть. А через какое-то время, как любая волна, она затухает, и любовь проходит. И наступает разочарование. Почему? А потому что эта любовь не дала человеку ничего. Она не сделала его счастливым. У него не получилось любить себя. Понимаете? Но это какой-то отдельный вид любви, о котором вы говорите. Это любовь, которая у всех, без исключения. Это любовь между человеками. Но еще бы она проходит-то. Проходит. В абсолютном большинстве она проходит. А почему у нас при 100% браков 100% разводов? Куда тогда любовь девается? Если бы она не проходила, у нас бы не было разводов. Есть люди, которые много лет прекрасно... Да, единичные случаи. Я знаю, такие единичные случаи бывают. Но это 0,000000%. Такие случаи есть. Всякое бывает. Любовь родить ее и детей тоже сохраняется. А это уже другое. Это драйв, заложенный Богом сознанием человека. Это инстинкт. Это другое совсем. И даже когда взрослые дети, это все равно инстинкт? Тоже, конечно, инстинкт. И это заложено Брахманом, заложено Богом в человека. С тем, чтобы обеспечить процесс продолжения рода. Потому что у нас два основных драйва. Это инстинкт самосохранения, инстинкт продолжения рода. И любовь к детям это часть этого инстинкта. Инстинкты находятся в юрисдикции Бога, в юрисдикции Брахмана. Он их не доверяет людям. Потому что если им отдать, то произойдет то, что сейчас происходит. И даже этот инстинкт уже размывается сегодня. Так что вот так. И когда никто не приходит и не делает вас счастливым, потому что любовь к себе не появляется, рано или поздно наступает разочарование. Это один момент. Второй момент. Если вы в своей жизни считаете, что другой человек может сделать вас счастливым, то это автоматически означает, что ваше счастье находится в руках этого человека. Правильно? Он есть, есть счастье. Его нет, нет счастья. Значит появляется что? Появляется страх. Страх потерять это. Страх потерять превращается в ревность. Потому что он может уйти куда-то в другое место. Поэтому эта любовь всегда будет нести в себе и обратную сторону. Страх и порожденный этим страхом ненависть. Потому что любая ненависть это плата за страхом. Ненависть это плата за страх. Она происходит из страха. Сейчас у меня такой вопрос. Не получается ли тогда, что человек, который недостаточно сам любит себя, ищет другого, чтобы через него любить себя? Абсолютно верно. Вы очень правильно. Мы очень правильно все поняли. Другой человек это просто способ полюбить себя через него. Такая резиновая кукла для любви. Да. И если в сознании, понимаете, если в вашем сознании есть любовь, то вы эту любовь можете дать кому-то. Если в вашем сознании нет любви, вы не можете дать ничего. Просто нечего дать, вы можете только взять. Но другой человек, вступающий с вами в отношения, тоже находится в той же самой ситуации. У него тоже нет внутри любви. Он тоже пытается получить ее от вас. И вот и через какое-то время наступает обоюдное разочарование. Вот это и есть типичная картина современных отношений. А если в вашем сознании есть любовь, вы эту любовь можете дать. А что означает в вашем сознании есть любовь? Это означает, что в вашем сознании есть в том числе и любовь к себе. Потому что если в вашем сознании есть любовь, то это автоматически означает и любовь к себе. И в этом нет любви к себе, нет ничего плохого. Более того, если бы люди любили себя, наверное, абсолютное большинство проблем в отношениях просто-напросто исчезло, а бы перестало существовать. Почему? А потому что исчезло до зависимости. Потому что у людей в отношениях не любовь, а зависимость. Это форма зависимости. Алкоголь, наркотики, шоколад. Мужчины, женщины. Это же все то же самое. Это все способы получить в жизни счастье. Получить в жизни любовь. Потому что любовь и счастье – это одно и то же. А если в вашем сознании есть любовь, значит, у вас автоматически будет и счастье, и вы можете это дать кому-то. Откуда она берется? Это Бог. Это Бог. Если в вашем сознании есть Бог, значит, автоматически в вашем сознании будет любовь и счастье. А разве не у всех есть божественное? Он есть. Он есть. Он находится в сознании каждого человека. Но, к сожалению, люди об этом не знают. Они забыли об этом. Они ищут счастье везде, кроме того, где оно действительно находится внутри себя. В той же самой Библии сказано «Царствие Божие внутри вас». Библию 2000 лет читали. И все никто еще не понял. Там же черный помел он написал. «Счастье Божие, Царство Божие внутри вас, и Бог есть любовь». Вот вам и ответ. Любовь внутри сознания человека. Вот что надо открывать в себе. А не пытаться искать суррогатные заместители. Йога? Йога, как одна из форм. Только я, когда я говорю о йоге, я имею в виду йогу как науку, как систему организации жизни, а не как физкультуру, как, к сожалению, сегодня йогу воспринимают. Йога – это система организации жизни. И там одна из самых больших составляющих, этот хиана – это медитация. Это и есть способ соединения с Богом, если говорить очень простыми словами. Это и есть способ полюбить себя. Если человек не может медитировать, он не может любить себя. Если он там себе что-то покупает или что-то делает, это не есть любовь к себе. Почему медитация – это любовь к себе? А потому что медитация – это соединение с Богом. А Бог – это и есть любовь, это и есть источник любви, это источник счастья, это и есть практический способ любить себя. Если вы спросите у меня, как мне полюбить себя, очень простой ответ – через медитацию. Правда, в Санатана Дхарме это называется тхиана, это гигантская наука, медитация – это не совсем правильное слово, но в наших языках нет альтернативы, поэтому используем это слово «медитация». Человек, который не может медитировать, это человек, который не может себя любить. Это означает, что ничто в жизни его никогда не сделает счастливым. Но не узко ли мы подразумеваем медитацию? Сел вот так, так, так. Нет, нет, медитация – это целая наука. Это не так, как мы видим. Если что-то, сейчас сформулируем, в нашей жизни мы делаем ему много того, что является как путем медитации, когда ты сидишь на греху моря и смотришь на закат. И думаешь о своих мыслях, о том, что тебе завтра придут, или завтра, или какие у тебя отношения с мужем. Нет, вот этот момент, когда ты вдруг понимаешь, что ты во всем, все в себе, все идет абсолютно правильно, вот какой-то момент совершенности мира, ты в потоке этого мира. В этом случае… И вот это вот замирает, и, наверное, у каждого человека есть такое состояние. А кто-то любит ходить в этом процессе, и когда он идет, он погружается в это состояние. Я со многими говорю, часто беру интервью, и мне многие рассказывают о таких переживаниях, которые, когда слушают музыку, нет ничего, я и Бог, причем человек неверующий. Вот эти вот состояния не близки ли они к тому, что… Да, это близко к тому, это движение в том направлении, это своего рода медитация, начальный этап. Да, так и есть, я согласен с вами. Да, но это начальный процесс, это не конечная фаза, это начальная фаза. Но это да, это… Вот это и есть примерно то, о чем я говорю. Как можно выйти на этот путь? Вот человеку, который не связан. Это целая наука, ты так не расскажешь в двух словах. Это надо… Это делается особым образом, целая наука. Знаете, это… Трудно так рассказать в двух словах. Вот… Если простым языком, очень простым языком объяснить, что такое Дхьяна, это и есть любовь к себе. Вот Дхьяна и есть настоящая любовь к себе. Настоящая любовь к себе. Абсолютная, безусловная. Потому что человек любит себя, должен любить себя, безотносительно чего бы то ни было. Называется это прайма. Состояние прайма. Анкондишену, безусловная любовь, безусловная любовь, прайма. Так на санскрите это называется. Оно достигается в медитации, а затем остается в сознании. И вот это то, чем человек может делиться. Это то, что он может дать другому. Это и есть то, что люди ищут в жизни. И чего они не находят, и пытаются заменить это вот всеми суррогатами. Начиная от конфеты, кончая отношения. Я не говорю о том, что отношения плохо. Отношения хорошо, просто они должны справиться на другой основе. Не на основе получения чего-то, а на основе предоставления. А в отношениях люди пытаются получить чего-то от другого. Счастье получить. Вместо того, чтобы дать это счастье. Да, многие говорят, что любовь, чтобы давать счастье и так далее. Но это все хорошо теоретически. А на практике давать-то нечего. Ничего нет. Потому что откуда это возьмется? Тхьяна у тебя есть? Ты тхьяну делаешь, ты медитацию делаешь. Так откуда у тебя возьмется любовь к себе? Где ее взять? Просто так говорить о том, как это все дело, говорить о любви, так это ни к чему не приведет. Ну да. Потому что везде и кричат, и говорят о любви, и желают любви. Почему? Потому что ее нет. Так я всегда говорю, на Земле сегодня самый большой дефицит это не природных ресурсов, дефицит любви. Настоящий, unconditioned love, безусловная любовь, према. У меня там такой вопрос. Правильно ли я поняла, что в душе, внутри у нас есть Бог, скажем так, и дверь к нему закрыта? Она открыта. Окей. Она открыта, и тем не менее, мы туда не попадаем. Не является ли способом обрести любовь к себе, проявлением любви к себе, все те методы, которые помогают нам пройти на ту дверь и соединиться с этим. Да, да, я согласен с вами. Верно. Только есть один дюанс, что на пути к этой двери к себе, внутри человека, внутри его сознания находится такое, куда люди смотреть не хотят. Понимаете? Потому что очень страшно смотреть внутрь себя. Потому что там такое, кошмар и ужас. Я говорю, что если вы хотите уничтожить человека, оставьте его в покое. Он сам себя уничтожит. Посмотрит внутрь себя. Посмотрит внутрь себя и уже снется. А как это? А вот это и есть специальная технология. Вот я не совсем понимаю, что можно увидеть и почему это может так ужаснуть. Потому что жизнь человека полна страданий, к сожалению. В жизни хорошего намного меньше, чем плохого. И все вот эти переживания, все вот эти эмоции негативные, все эти страхи, там, фобии, там подобные вещи, они же все никуда не деваются, они остаются в сознании человека. Почему люди, например, вот мы не обращаем внимание, почему люди так боятся тишины? Почему вот если они приходят вот это или находятся где-то, они обязательно включают музыку, еще на полную мощность. Конечно, ты же стаешься наедине с мыслью. Совершенно верно. Люди боятся остаться наедине со своими мыслями, потому что это страшно. Но дело в том, что попасть к Богу внутри себя можно только пройдя через этот коридор, не от другого пути. А большинство людей, как только делают первый шаг и сталкиваются с этим ужасом, кошмаром, они прекращают процесс. Но без труда не вытащишь рыбку из пруда. А дальше этого, к сожалению, никто не имеет. Это здесь надо поработать. Это имеется медитативное состояние. Да, медитативное состояние это и способ прохода через этот коридор и попадания в другую. Иногда бывают такие, когда подаваются все, что происходит и так далее. Да, совершенно верно. Вот те состояния, которые вы описывали, да, спонтанно иногда такое бывает. Но редко, но бывает. И это подтверждает объективность того, о чем мы говорим сейчас. Если, не помогает ли преодолеть это искусство, когда ты смотришь и сопереживаешь какую-то драму, катарсис, переживаешь, не есть ли это столкновение через искусство с чем-то темным в своей душе переживание? Я объясняю это так, что люди смотрят разные сериалы, драмы, тому подобные вещи, потому что там на экране или на сцене что-то происходит, какие-то чувства, какие-то эмоции, какое-то движение, а в жизни не происходит ничего, вообще ничего. нехорошего, не плохого, точнее, такое сплошное негативное болото, где нет никаких эмоций и потрясений. Ну, что представляет из себя жизнь большинство людей? Ничего, а? А здесь какая-то жизнь, какое-то движение, вот они смотрят, они переживают, они живут жизнью своего героя, потому что так легче, так легче, чем налаживать свою жизнь, чем изменять свое сознание, изменять свою карму, через это изменять жизнь, потому что жизнь это есть отражение кармы, отражение сознания, человек. Поэтому любят люди смотреть эти драмы. на сцену. А если Барышников, Барышников и Брускин? Да, да, но это уже немножко другое, это уже какие-то эстетические переживания, да, как бы, которые... Эстетические, они не являются глубоко витальными переживаниями себя смертными? Возможно, возможно, да, возможно, разные люди, видимо, вкладывают в это разное понимание и представление, потому что аудитория, которая смотрит, это, она очень разная, на самом деле, каждый там видит что-то такое для себя интересное, но принцип тот же самый. Вместо того, чтобы работать с собой, работать со своим сознанием, люди ищут выхода и ищут решения вовне, а вовне в нашей жизни все только лишь следствие. Причина находится в сознании человека, в его карме, в нашей жизни отражение нашей кармы. А ты проницери свое сознание, картины своего сознания на мир и ты оперируешь как бы, это как проекция получается, как тени и это помогает тебе понять, что у тебя внутри. Некоторым помогает, но абсолютно большинству, к сожалению, не помогает, а создает еще лишь одну лишнюю дополнительную иллюзию или майя, как это называется на санскрите. Теоретически, теоретически, понимаете, даже не то, что теоретически, правильно скажем так, с другого конца я попробую объяснить. Вот наша жизнь и с отражением нашей кармы, а карма это то, что мы заработали в своих предыдущих жизнях и в этой жизни в том числе. И жизнь с отражением кармы, она не с отражением мечтов, надежд и желаний людей. Жизнь с отражением кармы. Потому что все люди на свете, как я это всегда говорю, хотят быть счастливыми, здоровыми, богатыми, худыми и жить вечно. Все хотят. Правда? Любову останови и спроси, ты хочешь быть больным, несчастным, бедным, старым и умереть завтра? И он ему скажет, не хочу. А между тем это происходит. Почему? Да потому что жизнь человека есть отражение не его мечтов, надежд и желаний, они у всех одинаковые, а есть отражение его кармы. И пока этот человек не начнет работать со своей кармой, пока он начнет менять свое сознание, ничего не изменит в своей жизни. Как говорят, есть такая пословица, сколько халва ни кричи, во рту слаще не будет. Может от самовнушения не станет. На какое-то время, но это пройдет очень быстро, уверяю вас. Это как выпил и вроде хорошо стало, а потом, когда розовый туннон прошел, стало еще хуже, чем было, и нужно пить опять. Знаете, как наркоманы говорят, первый раз колется для удовольствия, для того, чтобы было хорошо, а потом всю жизнь колется для того, чтобы плохо не было. вот так и здесь тот же принцип. Вот так. Не слишком ли у нас такая серьезная получилась беседа? Интересно. Есть о чем подумать. Да, беседа серьезная, и мне хотелось бы как-то больше приблизить ее конкретно к нашей реальности. Не все пойдут к вам в центр. Я это прекрасно понимаю. А для этого не надо ко мне ходить. А что надо делать? Полюбить себя. Вот какие-то... Надо начать заниматься медитацией, так как вы это понимаете, пробовать делать. Не бояться этого коридора, этого буфера из негативных эмоций. Пытаться это делать. Но это сложно, это очень сложно. Я далек от мысли, что это удастся самостоятельно, но пробовать можно. Пробовать можно. Поэтому в юридической традиции, в любой традиции существуют идеи учителя, который поможет вам это сделать. Потому что самому это очень сложно. Самому можно, но это сложно очень. А в нашей повседневной жизни пробовать медитировать. Пусть каждый пробует это делать так, как он это понимает. И это будет реальный практический шаг к тому, чтобы обвести любовь к себе. Вот это есть способ вести правильный здоровый образ жизнь. Вот это есть любовь к себе. Что такое правильный здоровый образ ? Правильная диета, правильное употребление жидкости, правильное дыхание, правильный образ мышления, правильное движение, и так далее, и так далее. Это все то, чем учит Санатамадхару. Ведическая, тантрическая, йогическая традиция. Хотите мне сказать, что те, кто не придерживается ее, и себя все не любят? Дело в том, да, я так могу сказать, в принципе, но некоторые люди спонтанно приходят к этому, не зная даже о том, что они делают, что это является частью традиция, которая существует тысячи и тысячи лет, некоторые люди к этому приходят спонтанно сами. Я это видел в своей жизни. Есть ощущение, что это есть абсолютная истина, и мы подходим к ней с разных сторон, как бы отхватываем по кусочку, и вы говорите о части и христианской медитации, тоже июль часть и движения этого Лоренса Шлимена, то есть как бы может быть под разными терминами и все-таки мы подразумеваем что-то общее. Что-то общее, только уровень разный. Знаете, как футбол, можно гонять мяч во дворе, можно на пляже поставить танки, а можно играть на Олд Трефорд. Да, конечно, я про уровень не играю в два. В принципе, там есть футбол, там что-то есть, да. Я согласна с вами. Если мы начинаем медитировать, надо ли нам отказываться от удовольствия, от радости жизни, не играется ледом, не исчезнут. Потому что, понимаете, все эти так называемые удовольствия в жизни, в кавычках, это суррогаты. Это попытка заместить подлинную любовь, понимаете, это вот суррогатная любовь. И что, не хочется вкусно кушать, потешать, слушать хорошую музыку, а сидишь мрачный. Нет, вы можете это слушать, а можете и не слушать, потому что вы от этого не зависите. Вы можете это делать на здоровье, но вы поймете одну вещь, что источник счастья внутри вас. Понимаете? Вы можете делать все, что вы хотите, вы не зависите от внешних обстоятельств, потому что вы укоренены в себе. Ваш источник счастья вы сами, вы ни от кого не зависите. Вы можете делать, что хотите, если у вас будет желание. Просто я думаю, что оно не появится, оно отпадет в этом идите. Вообще все с вами. Нет, ну, чтобы не пугать ваших людей, они попадут, потому что это все настолько убого, настолько смешно, что это просто несопоставимые вещи. Но это эволюционные процессы, поэтому к нему надо подойти эволюционно с самого начала, об этом, может быть, не надо говорить. Когда люди к этому подойдут, они поймут, что я хотел сказать, потому что сейчас это бессмысленно надо говорить. Это не значит, что ничего не... Пожалуйста, можете делать, что хотите, а можете не делать. А абсолютное большинство людей в современном мире они не могут не делать. Они зависит от этого. потому что для них источником всего является внешне. Они зависят от этого внешнего. Потому что там все, там жизнь, понимаете. Вот все эти мобильные устройства, все эти гэджет, все эти девайсы, это же все есть. Майя иллюзия. Когда люди живут виртуальной жизни, абсолютно виртуальной жизни. Еще занимаюсь тирологией, есть такая интересная фигура в картах Таро, перевернутый дьявол. Перевернутый дьявол это ложная зависимость от человека, который удовлетворяет кажущуюся нужду в чем-то, причем не может выйти из этого замкнутого круга один сам, сгорая в этом процессе, если никто не вытащит его. очень хорошее определение. Вот это и есть то, о чем мы здесь с вами говорим. Перевернутый вот этот Таро, Дьявол. Так и есть. Очень хорошая формулировка. Вот это есть, как говорится, иллюстрация всего того, о чем мы говорим. То есть любишь себя, потому что испытываешь нужду, потребность, но удовлетворяешь совершенно не то, что нужно. Совершенно верно. И нарастает голод. практически это получается, что тогда любить себя нашим стандартным опытом это тупик? Абсолютно. 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 Понимаете, любовь находится внутри сознания человека, как и все на самом деле, потому что жизнь здесь отражение сознания, жизнь здесь следствия осознания причин. Все находится внутри себя. И вовне себя ничто не может восполнить отсутствие чего бы то ни было внутри. Например, любви, о которой мы говорим. Ничто извне никогда не восполнит внутреннюю пустоту. Это невозможно. Количество никогда не перейдет в качество. Это невозможно. Понимаю. вот почему и только всего это несчастье, одиночество, депрессия, старческий маразм и тому подобное вещи, когда человек так и остается в этой реальности, точнее, в этой иллюзии, псевдореальности. А чем помогает любовь к себе, вот предположим, она появляется в ее ростке в душе позволяет или помогает это найти мужчину в женщине или нет? Или у нее есть желание вообще быть мужчиной? Понимаете, в чем дело? Если человек ищет в жизни счастья и он думает и любви, и он думает, что другой человек сделает его счастливым, то это как бы выяснили с вами уже невозможно. И поэтому альтернативы тому, чтобы искать его внутри себя, нет. Но это не отменяет отношения, это наоборот меняет принципиально качество отношений, переносит их на другой уровень. Потому что встречаются два человека, которые могут, которые могут что-то дать друг другу, не взять, а именно дать. Они встречаются для того, чтобы дать друг другу. А современное отношение это отношение людей, которые хотят стремиться взять что-то друг от друга. В этом принципиальная, фундаментальная разница. можно ощутить в себе, вот, читает женщина мой журнал и думает так, как мне понять, люблю ли я себя, вот, если там этот контакт с источником души или нет, можно ли каким-то своим переживанием элементарно. Тебе хорошо одной самой с собой или нет? Супер. Если тебе хорошо самой с собой, значит, в тебе есть эти ростки. А это, кстати, будет означать, что тебе будет хорошо и с другими, потому что твое хорошо не зависит ни от кого другого, оно зависит только от тебя самой. Очень просто. Потому что тогда значит сознание этой женщины есть любовь, тогда она может дать что-то. И не всегда одиночество это плохо. Кстати, одиночество очень часто дается людям именно для того, чтобы они начали научились любить себя. И в моей практике такое очень часто встречается, когда женщина будучи одна научается любить себя, после этого у нее образуются нормальные отношения. Я это много раз видел в своей практике. А если тебе плохо с самой собой, значит ты зависишь от других людей, значит будет все так же как у всех. Потому что карма на 75%, которая у нас с вами есть в этой жизни, она негативна. Это в лучшем случае на 75%. А куда же девается все то хорошее, что вы делали? А все хорошее остается в прошлом, в прошлых жизнях, в прошлых югах, в прошлых этапах, эпохах, скажем так, существования человеческой цивилизации. калиюга и цель этой эпохи это уничтожение человека. Поэтому все, что делается вокруг нас невооруженным глазом видно, предназначено только для одного, для уничтожения человека. Но вы пессимист. Я не пессимист, я реалист. Я абсолютно не пессимист, потому что очень часто я делаю предсказания и потом я всегда говорю, что в жизни все намного хуже. так оно и есть. События происходят намного хуже даже, чем я предсказывал. Майя это мираж, иллюзия. Как я уже говорил, она обязательно сталкивается с реальностью. И прозрение наступает, но неизбежно. Со временем она наступает. В отношениях уже лет через полтора года первый этап. через пять лет второе окончательно. Потому что что такое отношение? Кто-то думает, что другой человек сделает меня счастлив. У меня надежды, ожидания, мечты. А этого не происходит. Что? Разочарование? Что за человек? Что мне не дает? Да. Зачарование? Я это слышал десятки тысяч раз в своей практике. А зачарование приводит к болезни, потому что болезнь является следствием разочарования. Поэтому женщины умирают в основном генеологические заболевания. Потому что это зачарование в отношениях. Мужчина в основном умирает от сердечно-засудистых заболеваний, что тоже является следствием разочарования в отношениях. Потому что и то, и другое зависит от любви. И она охота-чакра курирует вот эту среднюю часть тела. У мужчин там находится сердце, у женщин там находится сердце и грудь. И поэтому ура груди это убийца женщины по скорости распространения на следующий день. Но грудь это же та же самая гинекология. Это те же самые отношения. Поэтому стремительно развивается у женщин рак груди гинекологические заболевания, у мужчины сердечно-сосудистые гендрологические заболевания. А предстательные железы догоняет сердечно-сосудистые заболевания. Бочина это одна и та же разочарование. Разочарование в отношениях на всех уровнях. скажите пожалуйста что Вы подразумевали под правильным образом жизни питание дыхание движение можно ли дать какие-то рекомендации очень простые начались с простой вещи не из животных ну и все ага попробуй работать в нашей жизни журналистами есть животных барана съешь ну вот я не ею 40 лет уже а Вы не журналист я хуже я учитель мне сложнее не ест животных Вы подразумеваете только животных или рыбу тоже рыбы тоже животные до сих пор были а морепродукты а разве это растения а грибы а грибы это растения растения ну это не к растениям категория но ближе к растениям да она здоровья а почему не ешь а потому что человек это травоядное животное у нас не я придумал это биология шестого класса все животные делятся на земле на две категории травоядные и хищники и каждый из этих категорий животных имеют свои определенные признаки по которым собственно это определяется какие у всех без исключения хищников начиная от кошки кончая там тигром или львом или кем-то еще волком их длина кишечника по отношению длины тела два к одному вот у всех травоядных четыре к одному как вы думаете какая пропорция у человека три к одному четыре к одному как у всех травоядных это первое второе у всех хищников без исключения пища переваривается в желудке у всех травоядных без исключения пища переваривается в тонком кишечнике где она переваривается у человека в тонком кишечнике третье все без исключения хищники все потеют через рот вот когда собака бежит видели наверное у нее изо рта течет это пот течет они потеют через рот все травоядные потеют через кожу через что подеет человек через кожу четвертое если мы откроем рот хищнику и посмотрим какое у него строение зубов то у всех хищников зуб острые потому что хищники своими зубами разрывают добычу они ее не пережевывают они ее глотают разрывают и глотают посмотрите как ест ваша собака или кошка она глотает пищу а если мы посмотрим на зубы травоядных то они тупые потому что все травоядные пищу не разрывают а перетирают вот очень просто надо посмотреть в зеркало на свои зубы и на зубы своего котика и все станет понятно просто животная пища в человеческом организме не переваривается а превращается в то что называется ама или непереваренная пища и это автоматически становится одной из двух составляющей вызывающей все болезни потому что все болезни возникают от сочетания непереваренной пищи с непереваренными эмоциями вот когда они собираются вместе возникают разные болезни А жирная пища в человеке не переваривается, поэтому если вы их дети трупы, значит у вас есть тяну, болезнь неизбежна, потому что непереваренных эмоций больше, чем достаточно. Все очень просто. Угу. Знаете, как? Так, перестали есть мясо, дальше что? Да ничего. Нет-нет, я имею ввиду вот по образу жизни. А, в этом? Да, да. Ешьте все остальное на здоровье? Да, это я понимаю, но вот кроме диеты тогда… Правильный образ, правильное дыхание, этому я учу на занятиях йогой, правильное движение, или хотя бы просто какое-то ни было движение на худой конец. Вы имеете такую физическую активность? Ну, физическую активность, назовем ее так. На простом уровне, на начальном уровне просто обычная физическая активность уже хорошая. Потому что какая-то физическая активность подлечет за собой углубление дыхания, потому что люди дышат поверхностно, они дышат неправильно, все без исключения. Ну, это такая глобальная тема, которую сейчас мы не успеем даже затронуть. Да. Потому что дыхание человека связано с сознанием, и то, как человек думает, отражается на том, как он дышит. То, как он дышит, влияет на то, что он думает. Вот почему, например, медитация успокаивает человека? Потому что медитация и дыхание автоматически становятся более глубоким и более медленным, что и приводит к успокоению сознания. А когда человек возбужден, его дыхание поверхностное и частое, регулируя дыхание, мы таким образом регулируем состояние сознания. Вот эти простые вещи с этого начать. Вот начните с этого, а дальше поговорим. Движение, питание, медитация, так? Да. Дыхание, движение, дыхание, питание, вода обязательно, потому что мы сделаны на 75% из воды. Но очень важно, чтобы эта вода, воду надо пить правильно, нужно пить воду только кипяченую и только выше температуры тела. Потому что холодная вода разрушает систему пищеварения у человека. Вот это уж точно. Она гасит джантр вагния, пищеварительная гоня, одна из 40 форм вагния, огня, которую принимает в человеческом организме. Поэтому нужно пить горячее. Банально говоря, она вызывает спазмы, нарушает пищеварение. Совершенно верно. Какое количество воды? Есть какие-то новые потребители? Ну, скажем так, от 1 до 2 литров в день. Это считают супы или воды? Нет, это не считают, это чистая вода. Но я рекомендую пить вот эрюдический чай. Не просто горячую воду, просто любой чай. Ну, не чай и не кофе, да. Потому что чай и кофе это наркотики. Без кофеина, да? Да. Чай и кофе это наркотики. Кофеин сильнее героина, просто его там очень мало. Атамин сильнее кофеина и героина, но его тоже мало в чай. В чай и тамин, кофеин в кофе, все остальное в шприце. Но все и то, и другое, и третье это наркотики. Поэтому кофе вызывает зависимость. И чай вызывает такую же зависимость. Тамин это тоже наркотик сильнейший. Все вкусное и приятное вызывает зависимость на каком-то этапе. Это потому что нету вкусного и приятного внутри сознания. Понимаете, когда сам человек себе противен, невкусен и неприятен. Тогда ему естественно хочется чего-то хорошего, вкусного и приятного, извини. А если он будет вкусен и приятен сам себе, то эти все зависимости, они просто отпадают за ненадобности моментально. Очень многие люди бросают пить и курить после разговора с сознанием. Пить и курить, это да, согласна. Я вот еще подумала, что если внутри все плохо, то человек ведь критикует и все снаружи. Естественно. И все невкусное, и все вредное, и страна не туда идет. И все плохо вокруг, и все виноваты вокруг. Надо ли как-то контролировать, чтобы, вот является ли контроль над мыслями своими, каким-то элементом любви к себе? Нужно ли от них как-то избавляться от этих мыслей? Что-то делать? Или они сами по себе уйдут в медитациях? Очень хороший вопрос Вы задали и сами на него ответили. Они уйдут на него в медитацию. То есть эти мысли уйдут от этого человека в медитацию. Сами-сами. Не надо их прогонять, надо просто вот начать любить себя, и все остальное станет на свои места самостоятельно. Угу. Само собой. Угу. 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 В нашей жизни очень много общений, общений между людьми и очень-очень-очень-очень-очень мало общения человека самого с собой. А вот медитация это и есть общение, настоящее общение человека самого себя с самим собой. Ну да, потому что Бог — это часть нас. Абсолютно. Точнее, мы — это часть Бога. Да. Ну, есть мания величия, что ты скажешь? Могли бы Вы какой-то пример привести из жизни человека, женщины, которая через процесс любви к себе приобрела счастье в жизни? Вот таких примеров тысячи. Сейчас я из ближайших. Вот позавчера, то есть позавчера, когда сюда... А позавчера, да, в среду у меня была бы консультация женщин. Ты не приехала ко мне издалека. Вот. И после разговора со мной, она перестала курить, она перестала пить. В жизни выявила для нее новый смысл, не наладить отношения в личной жизни, а наладить отношения с ребенком. Вот, например, позавчера нашла. Она просто счастлива. После одной консультации? Нет, это было несколько консультаций со мной. Две до этого было консультаций. А таких еще, к примеру, тысячи и тысячи. Болезни проходят. Потому что болезни – это же все тоже оттуда. От неудовлетворения. От отсутствия любви. Потому что цель любой болезни, почему она появляется? Чтобы человек обратил внимание на себя. То есть направил энергию на себя, занялся собой. И, другими словами, просто-напросто начал любить себя. Вот и все. А люди, вместо того, чтобы начать любить себя, начинают убивать болезни. Забывают о том, что болезнь – это часть человека. То есть, сторож, который поднял тревогу, этого сторожа убивает? Объясните, пожалуйста, я не уловила. Ну, например, у вас заболела желчная пуза. Вместо того, чтобы изменить диету, изменить образ жизни, что делают? Удаляют желчную пузырь. Ну, это все. Ну, это удаление желчного пузыря – это от отчаяния. Вообще вся хирургия – это, как говорят врачи, признать бессилие медицины. Потому что что-то надо предложить клиенту, а предложить нечего. Например, в американской, я читал интересную вещь, в американской медицине, в американской медицинской ассоциации, там такая есть у них инструкция, как надо работать с пациентами. Там говорится, что пациенту обязательно надо что-то предложить. И чем более серьезное вы предложите, тем лучше будет для пациента, потому что он придет от вас чувство удовлетворения. Если вы что-то отрежете, он будет доволен, потому что ему сделали что-то очень важное и большое. Если вы просто скажете, идите там, измените диету и так далее, он уйдет недовлетворенно. А если ему что-то отрезать, он… Это что-то реально произошло, экшн какой-то произошел, действие, понимаете? Вот вам удалили, посмотрите, вот видите, удаленный орган. Вот так. И это тоже все при себе. Все оттуда. Остается ли в этой жизни человека, любящего себя, все краски мира? Наоборот. Творчество, живописи, книги, путешествия, вот… Они не только остаются, они появляются на самом деле. Они только появляются. Потому что до этого это было все продиктовано болезненным желанием заменить отсутствие любви к себе. Это нервозное такое, каталогичное. Они больше ничего не заменяют. Да. Приходят сами по себе, со своей ценностью. Абсолютно. Угу. Понятно. С этого только все и начинается по Саудии. Уже, к сожалению, потихонечку все начались. Это очень большая реакция. Это очень большая реакция. Мы как-то резли с вами столько в тему. Начали, как говорится, за здравие. А кончили диеты. А, так и навсегда. Да. Потому что все связано, Галина. Все связано. Интересно. Очень спасибо огромное. Спасибо вам. Истинное наслаждение. Всем пока.